В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». С вами в студии Илья Сахаров. Мы расскажем вам о наиболее значимых событиях, прошедших 7 дней. Президент России Владимир Путин определил дату выборов в Государственную Думу Нового Созыва. Они состоятся 18 сентября 2016 года. Об этом говорится в указе о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Избирательная кампания начнется с момента публикации указа. Для России это седьмые по счету выборы в Госдуму. Гражданам предстоит избирать 450 депутатов Нижней Палаты Парламента. Возвращение от Дома Днатиков, первое федеральное голосование, жители Крыма, первые открытые праймери с правящей партией. Эти и другие особенности делают гонку интересной уже на старте. Сегодня в России 70 партий имеют право участвовать в выборах. В ближайшее время станет понятно, какие из них заявятся на думскую гонку. По закону выдвинуть федеральный список своих кандидатов и одномандатников партия должна в течение 25 дней после официального опубликования указа о назначении выборов. А срок регистрации партсписков и кандидатов по одномандатным округам истекает 14 августа. По закону от сбора подписей избирателей для участия в выборах в Госдуму освобождается 14 партий, имеющие своих представителей в федеральном или региональных парламентах. Остальным надо собирать подписи. В отличие от думских выборов 2011 года, нынешние имеют ряд особенностей. В частности, возвращается смешанная, мажоритарно-пропорциональная система формирования Государственной Думы. То есть, 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и, соответственно, 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам. В среднем норме представительства в одном одномандатном избирательном округе порядка полумиллиона избирателей. В связи с этим, при нарезке одномандатных избирательных округов таким субъектам федерации, как Ненинский автономный округ и Чикотский автономный округ, в качестве исключения, было выделено по одному одномандатному округу. Ключевая интрига стартующей избирательной кампании. Кто возглавит партийные списки ведущих политических сил? Еще один важный вопрос – предвыборные программы. Какие цели и ценности партии предложат избирателям в качестве актуальных на сегодняшний день и в качестве стратегических? Ответы на эти вопросы дадут предвыборные съезды. Съезды партий, которые должны будут состояться по выдвижению, они состоятся вторая половина июня, может быть, даже ближе к концу июня. И, соответственно, уже после прохождения этих съездов кандидаты поедут в регион и будут предоставлять документы для регистрации комиссии. Июль месяц будет наиболее жарким, так как в июле месяце у нас уже должны быть осуществлены все основные действия, связанные с регистрацией кандидатов. Новшества в предстоящую выборную кампанию ждут и избирателей. В частности, они коснутся тех, кто имеет временную прописку по месту пребывания. Сейчас право избирать депутата, наши с вами избиратели, это не только население, достигшее 18 лет, но и зарегистрированные по месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем за три месяца до дня голосования и включенный в список избирателей. То есть, если человек имеет временную прописку, и он зарегистрирован временно не менее чем за три месяца до даты голосования, он имеет право голосовать за кандидата-одномандатника. Такого раньше не было, раньше только за федеральный список. Для того, чтобы попасть в списки избирателей, необходимо подать личное заявление. В период от 60 до 21 дня до дня голосования. То есть, с 20 июля по 27 августа. Напомню, сами выборы в Госдуму состоятся 18 сентября текущего года. Главное экономическое событие уходящей недели – это Петербургский международный экономический форум. На него было зарегистрировано рекордное число участников – более 10 тысяч человек. Гости – это руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, политические лидеры, представители правительств, вице-премьеры, губернаторы и министры. Девиз форума «На пороге новой экономической реальности». В своем приветственном слове к участникам мероприятия президент страны Владимир Путин отметил, что мировая экономика испытывает все большее влияние политических и социальных факторов, а стоящие перед ней вызовы требуют согласованных действий радиоустойчивого и сбалансированного роста. Поэтому глава государства призвал сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынков и наметившуюся трансформацию глобального технологического уклада. Одна из британских компаний поставила Россию на первое место в Европе по числу привлеченных иностранных контрактов. Об этом говорили и сами представители мировых инвестфондов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, чтобы привлекать партнеров к совместной работе, страна готова предлагать удобные условия и бизнес-инструменты. Хорошие возможности для инвестиций сейчас открываются в самых разных отраслях нашей экономики. В промышленности, в сельском хозяйстве, в инфраструктуре. При этом значительный потенциал к росту имеют прежде всего производство с высокой добавленной стоимостью. В рамках программ импортозамещения мы создаём в России сильные предприятия, способные успешно конкурировать на внешних рынках. Чтобы повысить их эффективность, намерены провести серьёзное технологическое обновление. И поэтому заинтересованы в том, чтобы вместе с капиталами к нам, конечно, приходили и современные технологии. Форум продемонстрировал конкретные результаты взаимовыгодного сотрудничества. О них сегодня доложили регионы. В рамках новых проектов подписываются контракты, реализуются те договорённости, что были достигнуты в рамках предыдущих форумов. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Нейнского округа Игорь Кошин подписал ряд соглашений. Одно из них с Центром развития государственно-частного партнёрства. Стороны договорились о подготовке плана мероприятий, направленного на развитие механизмов ГЧП, разработки стратегии развития сферы государственно-частного партнёрства на территории округа, гармонизации законодательства округа законодательством России в этой сфере, совместной разработки системы мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, планирующих реализовывать или реализующих проекты ГЧП в приоритетных для Нейнского округа отраслях. У нас в округе пока есть только один пример ГЧП в сфере теплоснабжения в селе Коткино, в то время как очень многие субъекты России активно этим инструментом пользуются, привлекая дополнительные источники финансирования в инфраструктуру – коммунальную, транспортную, социальную. Это позволяет, с одной стороны, снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, а с другой появляется возможность решать те или иные инфраструктурные проблемы более эффективно, – сказал Игорь Кошин. Второе соглашение подписано Советом по развитию внешней торговли. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам социально-экономического развития Нейнского округа, поддержке предпринимательства в регионе, укреплении и развитии межрегионального и международного сотрудничества с использованием инвестиционных возможностей, содействии привлечению российских и иностранных инвестиций в окружные и городские приоритетные проекты, в том числе с использованием возможностей, имеющихся у Совета. Цель этого партнерства – привлечение дополнительных инвестиций в округ. Несмотря на то, что по объему инвестиций в последние годы округ имеет 25-30% прирост, сегодня это инвестиции в нефтяную отрасль. «Наша задача – привлечение инвестиций в другие отрасли», – сказал глава Нейнского округа Игорь Кошин. В рамках соглашения будут проводиться консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Нейнского округа. Нефтесырьевая составляющая, в том числе российского бюджета, стала одной из главных тем форума. Нашей стране нужно перестать ориентироваться при планировании главного финансового документа страны на постоянно меняющиеся прогнозы аналитиков. Наша задача стоит в том, чтобы мы росли темпами не ниже, чем мировые, выше, чем мировые. А для этого, конечно, нам нужно изменить структуру экономики, нам все-таки нужно сделать экономику более инновационной, более устойчивой и независящей от внешней экономической нюнктуры. То, что происходило в последние годы, мы видим, как влияет на экономику, на бюджет, на всю нашу жизнь. Поэтому стратегическая задача – это вывести нашу экономику на более высокие темпы, чем темпы мировой экономики и, соответственно, развиваться вперед, догоняя и обгоняя другие страны в экономическом мощи, в экономическом развитии. По его словам, недостаточная жесткость в бюджетной политике предыдущих лет стала причиной того, что экономика страны очень сильно зависела от стоимости барреля и очень болезненно реагировала на его снижение цены. На ближайшую трехлетку в качестве базового прогноза будет считаться 40 долларов за баррель. Деловую часть форума сменила культурная. В Манеже прошло мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга. Гости смогли познакомиться с произведениями современного российского искусства и послушать солистов Мариинского театра Максима Леонидова, джазовый оркестр Давида Голощокина и инструментальный ансамбль «Бисквист». А в традиционном автопатии приняла участие группа «Ленинград». О привлечении инвестиций в отрасли помимо нефтяной говорили на ежегодном общем собрании стратегического партнерства «Северо-Запад». При полпреде президента в Северо-Западном федеральном округе Владимире Булавине. Оно прошло в Санкт-Петербурге. Участие в собрании приняли глава Ненецкого округа Игорь Кошин и председатель собрания Ненецкого округа Анатолий Мяндин. Как написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава региона Игорь Кошин, некоммерческая организация «Стратегическое партнерство Северо-Запад» — это эффективная площадка для взаимодействия власти и бизнеса. Вместе с коллегами-губернаторами являясь членом Наблюдательного совета объединения. В режиме перемого диалога рассматриваем успешные практики регионов, выявляем проблемы в нормативно-правовой базе, обсуждаем особенности труда на Севере. Наша задача — привлечь частных инвесторов не только в нефтяную отрасль, но и в обрабатывающие производства, в жилищно-коммунальную и транспортную сферы, сельское хозяйство. Это поможет снять нагрузку с бюджета и повысит эффективность отраслей. Помощь регионам в данном направлении является одной из задач некоммерческого объединения. Консервативный прогноз цены на нефть. Именно такой подход должен быть использован при проектировке бюджета страны на 2017-2019 годы. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Он провел совещание, на котором обсудили основные подходы к формированию бюджета на предстоящий трехлетний период. Напомню, после короткого перерыва, связанного с нестабильным финансово-экономическим положением, Кабинет министров принял решение вновь вернуться к долгосрочному бюджетному планированию. Правда, на многие вопросы, от которых зависит бюджетная ситуация, ответов до сих пор нет. В частности, не так очевидно, в какую сторону снова могут развернуться нефтяные котировки. Сейчас стоимость барреля немного увеличилась. Но, напомнил Дмитрий Медведев, аналогичная ситуация была и в прошлом году, когда в первом квартале нефть торговалась на низких значениях. Потом произошел рост до 60 долларов, а затем вновь случился обвал. Поэтому на будущее необходимо закладывать консервативный прогноз по цене. В целом, основные требования к главному финансовому документу страны на следующие три года практически ничем не отличаются от установок для бюджета текущего года. Конфигурация бюджета должна быть такой, чтобы выполнять все социальные обязательства. «Мы должны и будем искать резервы, чтобы поддержать тех, у кого доходы небольшие, кто действительно нуждается в нашей помощи», указал Дмитрий Медведев. Это касается пенсионеров, семей с детьми и людей с ограничениями по здоровью. Наконец, правительство продолжит бюджетную поддержку ключевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Сохранение экономической стабильности – это ключевая задача основных направлений бюджетной политики в Ненецком округе. В конце прошлого года округ впервые вышел на получение кредита. Как было отмечено на коллеге Минфина, долговая нагрузка растет у многих субъектов федерации. Долги регионов составляют сегодня более 2 триллионов рублей. Первый квартал текущего года закончили с дефицитом 50 регионов. В прошлом году таких было всего 28. В 2015 году бюджет Ненецкого округа на 2016 год был разработан не на три года, а только на один. В текущем году планируется возврат к трехлетнему бюджету. Главная задача – бюджет, соответствующий новой реальности на сырьевых рынках и обеспечивающий развитие нашей экономики. Наш регион готовится к возможным рискам недополучения прогнозируемых доходов. Мы разматриваем различные сценарии. Планируемые доходы округа уже уменьшены на 340 миллионов рублей. На прошедшей сессии окружного собрания депутатов были внесены изменения в закон на бюджете на 2016 год. Дефицит нам удалось сократить с 20 до 17,1%. При этом расходы, связанные с социальной сферой, не уменьшались. Социальные обязательства бюджета будут исполняться в полном объеме. Что касается государственных программ Ненецкого округа, это не только инструмент исполнения расходных обязательств округа. Они должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. Ответственным исполнителям государственных программ предлагается повысить качество работы, анализировать причины недостаточного исполнения, систему показателей и планирования мероприятий госпрограмм. По итогам 2015 года исполнение госпрограмм Ненецкого округа составило 97,8%. В 2015 году на реализацию всех государственных программ в округе было запланировано 18,9 миллиардов рублей. Фактическое же использование исполнения 18,5 миллиардов рублей. В том числе средства федерального бюджета в сумме 750 миллионов рублей. Наиболее емкими по расходной части программами являются программы развития здравоохранения, развития образования, оказания социальной поддержки населению, развития транспортной инфраструктуры. На все эти программы, на каждую из них, средний объем расходов составлял от 2 до 3,5 миллиардов рублей. Так, по итогам 2015 года нами подготовлен сводный годовой доклад о ходе выполнения государственных программ. Данный доклад был рассмотрен и одобрен на заседании администрации округа 19 апреля. Основной подход к оценке эффективности государственных программ – это фактическое использование бюджетных средств, выполнение достижения целевых показателей, установленных каждой государственной программой и выполнение установленного перечня мероприятий, предусмотренных каждой программой. Так, по итогам анализа за 2015 год из 24 государственных программ 8 государственных программ реализованы с высоким уровнем эффективности, 11 программ с удовлетворительным уровнем эффективности и по С государственным программам есть отклонение фактических достижений от планируемых более чем на 25%. Всего в 2015 году было запланировано 416 целевых показателей. Из них выполнено на высоком уровне 345 показателей, 32 со средним уровнем эффективности и 39, к сожалению, с неудовлетворительным уровнем эффективности. Формирование значительных бюджетных дисбалансов требует жесткого подхода к расходованию бюджетных средств. В целях эффективного планирования источников финансирования дефицита окружного бюджета ежемесячно ведется подневное распределение кассового плана по расходам. Ужесточается кассовая дисциплина с целью недопущения возникновения к концу текущего года и в последующие годы проблемы бюджетного навеса. Также планомерно повышается качество и доступность информации о бюджете для граждан. В заповеднике Ненецке стартовал проект «Баренцбёрдинг» – наблюдение за птицами в Баренцевом регионе. Финансирует проект норвежский Баренцсекретариат. Партнеры – государственный природный заповедник Ненецкий и норвежское архитектурно-орнитологическое бюро «Биотоп». Турмут Амунсен и Эллин Тарангер – ученые-орнитологи и архитекторы бюро «Биотоп» уже много лет занимаются проектированием и строительством наблюдательных пунктов за птицами. Задача, на первый взгляд, простая. На практике требует обширных знаний, где, кроме орнитологии, геология и география не на последнем месте, а еще владение современными техническими средствами. По проектам норвежских ученых уже построены наблюдательные пункты в Исландии, Великобритании и разных регионах Норвегии. В России Турмут Амунсен и Эллин Тарангер – впервые по приглашению заповедника Ненецкий. Здесь прекрасная станция, которая также служит центром кольцевания птиц. Мы использовали ее в качестве базового лагеря для путешествий на три острова. И очень большое разнообразие птиц, видов, очень интересные места. И, конечно, это будет вызовет большой интерес у наблюдателей, у всех любителей птиц в будущем, у туристов, исследователей. Мы разрабатываем несколько видов укрытий для наблюдения за птицами. Это фотоукрытия, либо просто наблюдательные вышки. И, конечно, для каждого места будет подобран свой тип. Это очень важно, чтобы у наблюдателей, а это ученые и специалисты заповедника в первую очередь, и туристов-любителей, были комфортные условия. Наблюдение за птицами – процесс длительный. Не менее важно, чтобы появление сооружений в местах массового обитания птиц не мешало их естественным привычкам. По мнению норвежских ученых, мир птиц островов заповедника Ненецкий уникален. Нас, конечно, поразило разнообразие видов птиц и количество птиц на территории заповедника. Для нас новые виды были такие, как желтоголовая тресогуска или мародунка. Мы их видели впервые здесь. Они не обитают на территории Варангер, откуда мы приехали. И некоторые виды птиц, они прямо гнездятся рядом со станцией, с базовым строением. То есть это для нас очень даже удивительно, что они прямо здесь свели гнезда и живут здесь. Сегодня только в Великобритании за птицами визуально и с помощью оптических приборов наблюдают более 7 миллионов любителей, состоящих в различных обществах и клубах. Любительская орнитология как вид познавательного туризма развивается во всем мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах ученым разных стран. На территории нашего округа обитает 138 видов пернатых. Из них 121 вид – перелетные. Второй этап планируется в середине марта следующего года, когда представители заповедника смогут приехать в Варангер и посмотреть те образцы проектов, которые были уже реализованы на территории Варангера. Можно посмотреть, опробовать эти пункты и выбрать оптимальные варианты для заповедника. И ученым, и любителям есть что изучать. И их исследования будут способствовать развитию науки, туризма и укреплению дружеских связей наблюдателей разных стран. Первый этап проекта «Ознакомительный» прошел успешно. Во всех поездках норвежских ученых сопровождает их дочь Лила – юный орнитолог. Ее мнение о природе Севера в переводе не нуждается. Я люблю быть здесь. И на этом все. Вы смотрели программу «Итоги недели». Мы остановились на наиболее значимых событиях, прошедших 7 дней. Вся основная информация есть и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин